Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Наконец-то стала доступна регистрация на новом сайте Identification. Я зачитаю для вас обращение от Клаудио Энрике, а также покажу, как вы можете зарегистрироваться на новом сайте. Итак, сообщение от Клаудио Энрике. Уважаемые партнеры, мастера и лидеры! Пришло время пройти регистрацию в новом бэк-офисе. Я поздравляю мастеров с регистрацией. Они стали первыми участниками новой системы. Маркетинг-план уже запрограммирован в новом бэк-офисе. Все платежные системы активны, включая оплату в криптовалюте. Скоро наша биржа будет готова к совершению операций, а наши криптовалюты готовы к публикации. Мы будем воплощать в жизнь план, который был изначально при создании ID Identification. В ближайшие 30-60 дней мы предоставим план, который поможет тем, кто пострадал от действий Эдсона Джуниора Амарал и Мигеля Гомеша. Жаловаться на действия этих людей не имеет смысла. Мы сфокусируемся на том, чтобы помочь тысячам семей пережить эти трудные времена, опираясь на наши идеи, ценности и технологические ресурсы. В дополнение к этим действиям мы будем развивать нашу собственную экосистему. Мастера уже дают свою ссылку для регистрации своим партнерам. После этого каждый сможет регистрировать партнеров своей структуры. Помните, что при регистрации нужно использовать тот же имейл, логин и имя, которое было в первоначальном кабинете. Благодаря этому вам не нужно будет платить регистрационный взнос. Кроме того, вы облегчите работу проверяющих, которые проверяют сумму инвестиций каждого участника. Мы даем время для регистрации до воскресенья 23 мая. Я уточнил у Ирины Абалаковой. Она сказала, что мастера пообщались с Клаудио Энрике. И хотя в сообщении именно дается крайней датой 23 мая, но мастера объяснили Клаудио, что это нереально за такой короткий срок именно всех зарегистрировать. Поэтому на самом деле для регистрации дается больше времени. И в общем-то пока конкретная дата окончания регистрации не называется. Возможно, за прошедшее время ваши отношения с вышестоящими были испорчены. Но все же прошу по возможности сохранить структуру сети такой, как она была. Но в то же время прошу проявить понимание, если кто-то захочет сменить структуру. В конце концов прошлое не должно мешать нашему будущему. Не секрет, что за долгие месяцы и даже годы ожидания движения в компании многие лидеры просто пошли заниматься своими делами и другими проектами. И, соответственно, возможно, они даже не захотят регистрироваться в новой системе. Поэтому здесь в абзаце и говорится. Все же прошу по возможности сохранить структуру сети такой, как она была. То есть, если такая возможность есть. Но если, например, у кого-то вышестоящий или вышестоящие уже не хотят заниматься ничем, связанным с identification и регистрироваться на новом сайте, в этом случае человек может принять решение регистрироваться в другую структуру. И Клаудио Энрике пишет, что в таких случаях просьба проявить понимание в конце концов прошлое не должно мешать нашему будущему. После того, как все зарегистрируются, мы наладим коммуникацию с командой. Да уж, пожалуйста. Потому что коммуникация, как мы знаем, на протяжении последних месяцев и лет всегда оставляла желать лучшего. У нас уже есть все необходимое для этого. Наш девиз – быть, делать и делиться. Президент Энрике Парак Обама. Для регистрации на новом сайте вам нужна реферальная ссылка, которая выглядит следующим образом. idbackoffice.com.slash и логин вашего куратора, вашего пригласителя. Соответственно, вы можете получить реферальную ссылку у вашего куратора. Если он по каким-то причинам уже не хочет регистрироваться на новом сайте, не хочет участвовать в бизнесе identification, вы можете зарегистрироваться по моей ссылке. Тут уже решать вам. Когда вы переходите по реферальной ссылке, в правом верхнем углу должно отобразиться имя вашего пригласителя и его логин. Например, те, кто будет регистрироваться по моей реферальной ссылке, соответственно, увидят мое имя, фамилию и мой логин. Здесь показаны три флага и можно выбрать язык. Первый флаг это португальский язык, второй английский и испанский. Выбирайте тот язык, который вам удобнее. Ну, для большинства, я думаю, удобнее все-таки английский. Нажимаем средний флаг. Появляется надпись предварительная регистрация, 0 долларов. И нажимаем синюю кнопку Select. Появляется договор оферта. Вы можете ознакомиться с текстом через Google Переводчик. Можете сохранить данный договор на своем компьютере. Для этого нужно нажать синюю кнопку Download Contract. И обязательно нужно нажать зеленую кнопку I have read and accept the terms. То есть я прочитал и согласен с условиями. Если вы нажмете красную кнопку I do not agree, то есть вы показываете, что вы не согласны и регистрацию вы не сможете пройти. Итак, я нажимаю зеленую кнопку Я прочитал и согласен. Открывается анкета, которую нужно заполнить. В левом верхнем углу выбираете страну. Например, если проживаете в России, выбираете Russian Federation. Здесь указываете ваше имя латинскими буквами. Дальше фамилия латинскими буквами. Код страны, например, в случае с Россией плюс 7. Телефон здесь не пишем. Телефон пишем вот здесь. Указываем телефон здесь. Не забывайте, как и было сказано, что нужно вписывать имя, фамилию, логин и имейл тот же самый, который у вас использовался на старом аккаунте, в старой системе. Дальше указываем электронную почту. Соответственно, вводим ту же самую почту, которая у нас была в старой системе. Указываем тот же самый логин. Вводим два раза пароль. И нажимаем кнопку Завершить регистрацию. Появляется сообщение, что регистрация прошла успешно. И теперь, чтобы попасть в новый кабинет, нажимаем оранжевую кнопку Логин. Здесь указываем логин и пароль, который указали при регистрации. И нажимаем Ввод. Вот таким образом вы проходите регистрацию на новом сайте. Когда вы пройдете регистрацию, у вас все будет по нулям, потому что вы только что зарегистрировались. Чтобы ваши данные были перенесены со старого сайта на новый, я так понимаю, специалисты будут как раз сравнивать данные, электронную почту, логин и имя, и переносить постепенно данные со старого сайта на новый сайт. Это займет какое-то время. Кто-то может сказать, что старый кабинет сейчас недоступен, и поэтому нет возможности точно проверить, какой логин и какой электронный адрес использовался. Особенно это касается тех, у кого было несколько аккаунтов, и легко перепутать, где какой был логин и какой имейл. Ирина Балакова сказала, что по этому поводу тоже обращались к Клаудио, и он сказал, что в течение нескольких дней старые кабинеты снова должны стать доступными. То есть, когда они будут доступны, вы сможете зайти в старый кабинет и точно проверить, какой логин и какой электронный адрес у вас там использовался, и уже во время регистрации вводить точные данные, чтобы не делать лишних ошибок. Итак, еще раз напоминаю, для регистрации вам понадобится реферальная ссылка, которую вы можете попросить у вашего вышестоящего партнера. Если он уже не хочет никоим образом участвовать в Identification, то, пожалуйста, вы можете регистрироваться по моей реферальной ссылке, которую можете найти под данным видео. В любом случае, радует то, что есть хоть какое-то движение вперед. Ну, а что из этого получится, это уже покажет время. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.